В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 43 зараженных, трое выздоровело. Как развивается ситуация со распространением коронавируса в Сарове? Продукты для пенсионеров и малоимущих. Правительство Нижегородской области прислало продуктовые наборы для помощи нуждающимся. Авария, которая потрясла мир. 26 апреля – Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. Далее расскажем обо всем подробно. Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусной инфекцией и заняла 9 место в списке стран по количеству инфицированных. Общее количество случаев более 87 тысяч. За последние сутки около 6200. Между тем, пика заболеваемости наша страна еще не достигла. Россия выйдет на плату к середине мая. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что последствия эпидемии коронавируса будут ощущаться еще некоторое время. Выход из режима ограничений будет поэтапный. Однако план еще не разработан. По словам Пескова, после пандемии задач будет много. Но жизнь в любом случае вернется в нормальное русло. Нижегородская область закрывает границу. Более 200 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в регионе за последние сутки. Всего по состоянию на 27 апреля выявлено 1574 заболевших. 109 выздоровело. 9 человек с подтвержденным диагнозом скончались. Свободный въезд в Нижегородскую область закрыт с 27 апреля. Можно попасть на территорию региона только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области. Рабочие пропуска на выходные и майские праздники приостанавливают. За исключением экстренных случаев. Всех въезжающих без рабочего пропуска сажают на обязательный карантин. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в Инстаграм. Кроме того, на карантин закрыты Дивеева. У монахин диагностирован коронавирус. Всего там больно 90 человек. Из-за вспышки инфекции все дороги, ведущие в село, полностью заблокированы. У местных жителей спрашивают документы, подтверждающие прописку. Карантин продлится до устранения угрозы распространения заболевания. Жителям Дивеева, работающим на муниципальных предприятиях Саровы, приостановили действия служебных пропусков. Аналогичные рекомендации направлены другим организациям. Доставка товаров и грузов первой необходимости идет в объезд очага заболевания. Кроме того, принято решение не открывать КПП номер 2. В Сарове зарегистрировано 43 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели трое саровчан, в том числе выписали двоих из стационара. Подробнее о распространении заболевания в Сарове рассказала главный государственный санитарный врач по нашему городу Ирина Игнатьева. Среди них большая часть это те люди в цепочке работников нашей жилищно-коммунальной сферы городской, которую мы распутывали в выходные дни. Как минимум от одного больного в контактах мы нашли еще шестеро больных среди работников жилищно-коммунальной сферы. И еще по их семейным очагам, их близкие родственники, живущие вместе с ними в одной квартире. Первый выявленный нами случай это не первая заболевшая. То есть она уже в цепочке далеко не первая. И это тоже фактически привозные случаи. В связи с этим санитарно-эпидемиологическая служба начнет обследование работников жилищно-коммунальной сферы. Также сейчас начали делать анализ на коронавирус всем, кто поступает на лечение в стационар. Таким образом выявлено еще три больных. Список контактных лиц устанавливают. Учебный год в Нижегородской области завершится 22 мая. По итогам регионального педсовета и общего родительского собрания решено продолжить дистанционное обучение, перейти на пятидневку. При этом ученики с 1 по 8 класса до конца апреля досрочно завершат обучение по музыке, физкультуре, технологии, ОБЖ, светской этике. Родители, которые хотят завершить занятие ребенка в этом учебном году по всем предметам, могут перейти на формат семейного обучения. В 9 классе аттестуют детей по предметам, не входящим в перечень ГИА-9. По русскому языку, математике и иностранному языку консультации будут идти до 5 июня. В 10 классе завершат обучение по физкультуре, технологии, ОБЖ и МХК, по факультативам. Остаются основные предметы. По русскому языку, математике и иностранному языку консультации. Для каждого 11-классника сформирует его индивидуальный план только из предметов, которые он сдает в качестве ЕГЭ. Выпускники будут концентрироваться и готовиться к экзаменам. Глеб Никитин подчеркнул, что дистанционное образование – вынужденная мера. После эпидемии наши дети снова вернутся в школы. 120 продуктовых наборов развезли волонтеры малоимущим жителям Сарова. Благотворительную помощь оказала некоммерческая организация в рамках всероссийской акции «Мы вместе». Наборы в первую очередь получили пенсионеры и инвалиды. В комплект вошли продукты первой необходимости – крупы, растительное масло, печенье и другие продовольственные товары с длительными сроками хранения. Волонтеры погрузили пакеты в машины, чтобы доставить их адресатам – пенсионерам и малоимущим. Несколько дней назад более 100 продовольственных наборов Центра социального обслуживания получил в рамках всероссийской акции «Мы вместе». Благотворителем выступила некоммерческая организация. В накладной написано, что они стоимостью около 500 рублей. В состав этого набора входят крупы, масло растительное, сгущенное молоко, печенье, ну еще какие-то такие низкорапортящиеся продукты. И я думаю, что это будет большим подспорьем для людей, которые очень нуждаются. Помощь малоимущим саровчанам оказывают уже на протяжении трех недель. Комплекты продуктов предоставляли в НИЭФ и гуманитарный склад. Одним из условий отбора на продуктовую помощь были люди, которые старше, скажем, 60 лет, но пенсионного возраста, либо люди, потерявшие работу. Перед отъездом провели небольшой инструктаж. Волонтерам рекомендовали соблюдать меры безопасности и быть готовыми к настороженному отношению пенсионеров. Чтобы бабушки и дедушки не приняли их за мошенников, в состав каждой группы включили сотрудника соцслужбы. Оказавшиеся дома пенсионеры были удивлены неожиданным гостям с подарками и благодарили волонтеров за помощь. По нескольким адресам дверь никто не открыл. Некоторые даже знают, что придут сотрудники помогать им, там волонтеры или сотрудники социального центра, могут не открыть дверь. Даже если ты несешь им продукты, или они знают, что им несут продукты, они могут не открыть дверь. Продуктовые наборы доставят всем. Если кого-то не застали дома, значит волонтеры привезут продукты на следующий день. Расходы жителей России на товары и услуги снизились на 90% из-за пандемии коронавируса. Среди причин сокращение доходов и опасение роста цен в будущем. Кроме того, людям попросту некуда тратить деньги. Они все время сидят дома. Наибольшее сокращение спроса произошло на алкоголь, косметику и одежду. При этом растут расходы на интернет, мобильная связь, свежие продукты, лекарства и коммунальные услуги. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Президент Владимир Путин призвал помочь семьям с детьми в квартирном вопросе. Как сообщает официальный сайт Кремля, глава государства поручил правительству снизить размер первоначального взноса при покупке недвижимости до 15%. На такие условия смогут рассчитывать семьи с детьми, которые планируют взять кредит на приобретение или строительство жилья с использованием средств материнского капитала. Конкретные сроки и цифры кабинет министров должен представить Путину до 20 мая. Автомобилистов призвали с осторожностью передвигаться по дорогам, которые проходят через лес. Все дело в лосях. Как раз сейчас у этих животных началась весенняя миграция. Самки производят на свет новое потомство и отгоняют годовалых лосят. Те, в свою очередь, начинают активно передвигаться в поисках своего места под солнцем. Из-за этого животные чаще обычного выходят на автомобильные дороги. Как сообщили в региональном комитете госохотнадзора, с начала этого года произошло уже 14 аварий с участием сахатых. Чтобы не пополнять эту статистику, водителям следует снижать скорость на лесных дорогах. Особенно в темное время суток, так как у лосей слабое зрение. Призывные комиссии начнут работать после 6 мая. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает российская газета. Сейчас военкоматы по всей стране работают в условиях усиленного противоэпидемического режима. Для безопасности их сотрудников и медперсонал обеспечили медицинскими масками и индивидуальными антисептическими средствами. В воинские части призывников начнут отправлять после 20 мая. Перед этим все новобранцы сдадут обязательный тест на наличие коронавируса. Разработка внефти «Анокс» может помочь в лечении пациентов с COVID-19. Аппарат, который способен получать монооксид азота, по мнению академика Рант Александра Чучалина, позволит назначать комбинированное лечение гелием и оксидом азота больным с пораженными легкими. Вне имени Склифосовского уже получены положительные результаты лечения пациентов такой смесью. Оксид азота улучшает микроциркуляцию крови и предотвращает ромбообразование в легких, а нагретый гелий убивает вирусы. Подробнее об уникальной разработке ядерного центра в нашем следующем репортаже. Тианокс – это компактный аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота – НО. Оксид азота широко используется в медицинской практике при лечении нарушений легочного кровообращения. Воздействие НО на уровень легочного давления было открыто еще в начале 90-х. А в 1998-м за открытие воздействия оксида азота на сердечно-сосудистую систему была присуждена Нобелевская премия по медицине. Но, тем не менее, и по сей день использование НО в медицине сопряжено с определенными трудностями. Во всем мире сейчас оксид азота для ингаляций действительно делают химическим методом на стационарных станциях. Его заправляют в баллоны, и уже баллоны с оксидом азота доставляют к месту проведения терапии, то есть в поликлинике, больнице, кардиоцентре. Этот подход, естественно, неудобен, дорог, сложная логистика. И тем более, что оксид азота недолго хранится в баллонах, он переходит в НО-2. Все эти ограничения оказались для России настолько существенными, что у нас этот метод терапии практически не применяется. Поэтому необходимость в компактном аппарате, который бы смог синтезировать оксид азота, что называется, назрела. Аппарат Тианок синтезирует оксид азота в газовом разряге из окружающего воздуха непосредственно во время проведения терапии. При этом он не только синтезирует НО, но также подает его пациенту и непрерывно мониторит эту подачу. Для работы аппарата нужно только электричество. Мы в НПЦФ разработали технологию синтеза оксида азота в газовом разряде из окружающего воздуха. В воздухе есть и кислород, и азот. Мы так подобрали характеристики разряда, что выделяем эти монеты, соединяем их в разряде. И в результате плазмохимической реакции получается нужный нам газ НО. Чистый медицинский газ. Врач ставит около койки больного или около операционного стола такой прибор и синтезирует оксид азота. Более того, аппарат сам доставляет его в дыхательный контур пациента. И сам происходит отбор непосредственно перед маской пациента пробы на газоанализ. То есть врач в режиме реального времени на мониторе может видеть, какую дозу оксида азота он подает пациенту. Возможность синтезировать оксид азота во время терапии позволяет полностью отказаться от использования баллонов и существенно повысить доступность такого лечения в практической медицине самых разных отраслей. Кардиологии, пульмонологии, при лечении абдоминальных заболеваний, ожогов, ран и так далее. Вообще потенциальные потребители этого аппарата это блоки интенсивной терапии, отделение анестезиологии и реанимации, кардиоцентры, перинатальные центры, отделение неонтологии. РФИАЦФНЕФ начал отработку медицинских методик применения аппарата ТИАНОКС в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Ранее аппарат прошел технические испытания в лабораториях Росздравнадзора и Ростеста, санитарно-химические и токсикологические испытания в аккредитованных центрах, а также первичную клиническую апробацию в ведущих кардиохирургических клиниках страны. Всего были проведены испытания аппарата на соответствие более чем 230 параметрам. Результаты подтвердили, что аппарат соответствует требованиям безопасного применения. 15-летний саровчанин продолжает воровать деньги из магазинов. В очередной раз он похитил 7 тысяч рублей из аптеки. Пока фармацевт отвлекся, молодой человек просунул руку за прилавок и вытащил деньги из кассы. Материалы по всем уголовным делам, в которых подозревают несовершеннолетнего жителя города, передали в суд. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Опомнился через месяц. Еще в середине марта двое мужчин распивали спиртные напитки на рабочем месте. Между ними возник конфликт. И вот спустя месяц после драки один из них с многочисленными переломами лицевых костей обратился в полицию. Что именно поделили, не знаю, но произошел конфликт, в результате которого гражданин М нанес заявителю телесное повреждение. Он стукнул по лицу, в общем. Жертвой ревности стал саровчанин на прошлой неделе. Женщина приревновала мужа к своей младшей сестре и ударила его ножом в бедро. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ. На дорогах за минувшую неделю произошло 11 ДТП. В двух пострадали люди. В ночь с 22 на 23 апреля на 11 километре автодороги КПП номер 5 несовершеннолетний водитель превысил скорость и на повороте не справился с управлением. Машина вылетела за пределы проезжей части, въехала в стоящее дерево и опрокинулась на бок. В автомобиле находился еще один несовершеннолетний. Он получил ушибы грудной клетки и был госпитализирован в травматологическое отделение. Собственность транспортного средства, мама этого молодого человека, она утверждает, что ключи находились в доступном месте, ну как обычно хранятся дома. Она просила принести его вещи из салона автомашины. Больше она за ним не следила, легли спать. А вот когда утром ей позвонили, она узнала. Протокол на него составлено и направлено в комиссию. И уже комиссия по делам несовершеннолетних будет принимать соответствующее решение о наложении на него административного штрафа. На улице Зернова женщина на МАЗе сбила ребенка, который выбежал на дорогу во дворе из-за припаркованного автомобиля. В результате ДТП мальчик получил сотрясение головного мозга. 26 апреля – Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. Крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям аварии произошла в 1986 году. Более 8 миллионов человек в Беларуси, России и Украине подверглись воздействию радиации. Сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий. Несмотря на все меры по ликвидации и смягчению последствий катастрофы, Чернобыльская АЭС остается потенциальным источником опасности. В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС приняло участие более 600 тысяч человек. Александр Мартынов был одним из первых ликвидаторов. Он помогал строить бункер над разрушенным четвертым блоком. Александр был начальником механического отдела. В его подчинение входило более 25 человек – трактористы и экскалаторщики. Александр рассказывает, что все, кто находился на территории АЭС, носили с собой профессиональный прибор-дозиметр, который определял уровень радиации у человека. Следили, чтобы этот уровень был более или менее в пределах нормы. И каждый раз, пройдя по опустевшим улицам города, Александру и его соратникам приходилось сразу менять одежду. То есть у нас спецкостюмов не было, спецодежда была. Если вот она загрязнена, то ее меняли. То есть на входе в каждую столовую стояли дозиметры. Вот, и когда входишь, проверяют. То есть если ты звенишь, ну он звенит просто дозиметр, значит идешь, меняешь. Ну, сколько-то комплектов поменял одежда. Сейчас Александр Мартынов – член общественной организации чернобыльцев в Сарове. Каждые пять лет всем ликвидаторам аварии вручают медали и благодарственные письма. У Александра их уже семь. Больше всего мужчина гордится орденом за заслуги перед Отечеством. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски. Авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова